Ставим игловодитель. Ставлю иглодержатель и иголку. Затягиваю и теперь регулирую игловодитель, затягиваю винт. Теперь нужно посмотреть, как у нас иголочка стала. Ровненько, нет, нет, не ровненько. Чуть-чуть отпускаем и подровняли. Затягиваем, так, ну теперь еще пробуем заправляем. Лапка не очень удобно поднимается. Ну, поехали. Так, что у нас здесь? Здесь у нас нитку выбрасывает наверх, и длина стежка большая. Значит, нитки мы отпускаем верхние. Может даже нужно нижнюю подтянуть, скорее всего. И длину стежка делаем поменьше. Закручиваем наш винт здесь вот. Ну и пробуем дальше. Хорошо. Вот это слишком мелкий. Так, смотрим. Нитку вытаскивает наверх. Значит, нам нужно верхнюю отпустить. Хотя она очень слаба. Значит, мы будем сейчас прикручивать нижнюю нитку. Вот так вот подтянули. Вот строчка. Вот большая, вот мелкая, вот побольше. И вот нитку вытаскивает наверх. Берем, открываем. Достаем вот так вот. И нужно подтянуть. Затягиваем. Сейчас посмотрим. Сейчас потуже. Затягиваем. 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 Сейчас покончаем. Ну вот, теперь у нас потянуло на низ. Шьёт, ещё и неплохо шьёт. Ну вот, можно ещё так попробовать. Ровненькая строчка идёт. Ну вот, посмотрите, это супер. Так вот, нужно попробовать. Ну, отлично, я должен сказать, шьёт. Ну, это, конечно, не 1862 класс, а починочная. Вот, смотрите, раз, вот два. Ну вот, беру кожу в три слоя и попробую прошить. Так, длину стежка увеличиваем. Винт выкручиваем. Смотрите. Смотрите, что получилось. Смотрите, что получилось. Попробую в четыре слоя. Смотрите. 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 Удачи вам.